здравствуйте мои дорогие друзья с вами психолог евгения саженцева я сегодня немножко сменила образ роковой так скажем образ стал но я и раньше его использовал в своих клипах своих песнях мне такое нравится и в том числе я хочу тем самым чтобы вы понимали немножко отпугивать нарциссических личностей от моего канала потому что они ищут людей которых можно пробить на слабость на сострадание на какие-то чувства и эмоции чтобы получить от них ресурс власти и контроля нарциссы как правило нападают не на сильных личностей не на тех кто может дать именно отпор если они видят что человек сильный что у него прокаченная самооценка что он уверен в себе нарцисс чаще всего не будет нападать на таких людей они выбирают слабых добрых я бы не сказала что это слабость понимаете вот тоже поймите меня правильно потому что это они считают что до доброта слабость но на самом деле это наша сила это наша связь с богом и мы ее ни в коем случае не должны терять из-за нарцисса не должны становиться злее но мы должны научиться маскировать нашу доброту так чтобы мы не были так сильно видны в мире и чтобы нарциссы не видели нас с первого взгляда и не пользовались тем что могут на нас подсесть и ездить поэтому научитесь в мире не показывать сразу свою душу свою доброту имейте тоже какие-то свои вот может быть прикольчики да чтобы от вас убегали нарциссы чаще всего да действительно нарциссы действуют через то что раскачивают жертву на сострадание на какую-то доброту и и может быть даже сами используют какие-то маски доброты ну чаще всего для чего для чего нарцисс все это делает во первых для того чтобы получить свой нарциссический ресурс для того чтобы привязать вас к себе и качать из вас энергию конечная цель нарцисса чтобы вы стали служителем так скажем сатаны служителем темных сил которые ни во что не верят не в любовь не в добро не в сострадание и чувствует что вся эта жизнь бессмысленная даже хочет покончить собой вот конечно цель любого нарцисса увидеть ваш моральный крах увидеть вашу раздавленность поэтому вы не должны давать нарциссом такое право раздавить вас до конца ваша душа только в руках бога только вы сами имеете над ней власть только вы сами решаете где будет ваша душа после смерти где она будет будет сейчас потому что рай и ад это уже сейчас то что внутри нас поэтому не бойтесь тех людей которые внешнюю картинку допустим создают человека какого-то такого может быть с первого взгляда агрессивного важнее то что у нас внутри в наших глубинах души в нашем подсознании только бог видит сердца людей люди же лицемерны они могут прикрываться масками добра они могут манипулировать и лицемерить поэтому гораздо хуже быть внешне добреньким а внутри очень злым и иметь адское состояние души лучше внешне показывать какую-то пресловутую картинку агрессивности а внутри быть добрым человеком поверьте мне это гораздо лучше это еще и будет отпугивать от вас нарциссов и это всем будет во благо и вам как бы в целом и вашему смирению потому что когда мы создаем внешне слишком няшный образ то это вызывает в нас самих гордыню мы начинаем думать что мы святые и таким образом тоже мы отдаляемся от бога я это в себе самой прочувствовал когда допустим начинала воцерковление в храме я ходила только в длинных юбках я хотела только в платочках я чувствую как мое сердце заражается гордыней как я начинаю сравнивать себя с окружающими и думать что я близка к богу а другие не очень поэтому все это внешне не так важно как внутреннее всегда следите именно за своим сердцем зато в каком состоянии души находитесь вообще нарциссы по своей сущности очень трусливые они никогда не пойдут на сильного они никогда не пойдут туда где им дадут отпор поэтому даже если вы внутри очень хрупкий ранимый человек прокачивайте в себе хотя бы что-то внешне знаете иногда даже помогает спорт вот для мужчин например когда мы качаем бицепсы да то мы прокачиваем тоже свою самооценку немножко только это уже происходит через внешние действия но именно конечно важнее внутренне самооценку исправить но вы можете хотя бы так тоже чуть-чуть отпугивать нарциссов знаете в жизни такие часто метаморфозы бывают что допустим какой-нибудь там качок в душе намного добрее добрее и милее чем какой-нибудь худой прыщ который может ударить свою женщину всякое в жизни бывает еще раз повторюсь всегда смотрите глубоко в сердце а не на внешние картинки прокачивайте свою уверенность в себе если вы будете изначально позиционировать себя как например самой себе говорить комплимент вот вы с мужчиной познакомились да говорите что я очень умная красивая привлекательная женщина я себя люблю нарцисс в этот момент почувствует себя уязвленным он почувствует что он до вас не дотягивает потому что внутри они сами по себе тоже имеют низкую самооценку хоть и пытаются казаться лучше чем есть и поэтому когда вы себя в присутствии нарцисса хвалите когда вы показываете что вы уверенный в себе человек нарциссы это очень сильно не любят они сразу начинают как бы немножко съеживаться немножко им некомфортно тогда они ведь хотят увидеть ваше какое-то уязвимое место они именно поэтому там спрашивают про ваше детство они хотят узнать от вас больше информации чтобы потом владея этой информации унижать вас и подавлять они всегда будут просматривать вас как сканером на ваши слабые места чтобы вас уничижать впоследствии нарциссу нужен тот человек который которого они могут мало по малу продавливать и обесценивать и в конечном итоге личные границы сдвигать настолько что вы съежитесь комочек и вас просто не станет вы почувствуете себя полным нулем с таким человеком это происходит медленно незаметно нарциссы именно так убивают душу не сразу а очень медленными манипулятивными действиями поэтому друзья мы будьте осторожными будьте внимательными описайтесь добрячков как я уже не раз сказала и смотрите в глубину души я всем сегодня желаю отличного настроения позитива будьте с хорошей самооценкой хвалите сами себя почаще прямо сегодня выпишите все свои достоинства посмотрите на себя в зеркало с радостью с любовью примите себя так как будто вы сами себе маленький ребенок который заслуживает внимания любви и похвалы и постарайтесь не впускать свою душу нарциссов особенно когда они несут бред я вам открою маленький секрет как я лично отстраняюсь от таких людей вообще блогер ежедневно она получает множество допустим сообщений в том числе и комментариев это тут у меня закрыты комментарии на дзене у меня открыты и чтобы это не ранило в душу чтобы это не погрузило вас в тревожное состояние научитесь не погружаться в бред психопатов и нарциссов научитесь если вы хотя бы первые два слова видите негативных сразу же удалять и не погружаться в бред если что-то странное вам пишут про скорый конец света про то что все кончено все вы понимаете вообще какие цели имеет нарцисс вести вас в панику страх тревогу поэтому если вы чувствуете что есть такие нотки уныние пессимизма дикого все друзья мои не погружайтесь не читайте не слушайте таких людей и обращайте внимание какой дух несет даже если все заувалировано очень сильно но нарциссы научились маскироваться они стали входить в позицию снизу например с какой-то предварительно с какого-то комплимента что пытаются показать мы с тобой родственные души мы так похожи и потом начинается трэш как только вы поверите в это во все поэтому друзья всегда нужно держать ухо в строе смотреть какой эмоциональный фон у человека что он несет в вашу жизнь и главный критерий для вас это ваше внутреннее чутье доверяйте себе если вы чувствуете что человек погружает вас в какой-то мрак и не несет позитива то тогда пожалуйста постарайтесь не проникаться да и это чувствуется именно сердцем не то что там внешняя картинка то что внутри у вас происходит и внутри у другого человека опасайтесь таких людей наверное сегодня все получилось такое эмоциональное видео хотелось вас зарядить какой-то бодростью своей энергией и поделиться с вами лучиком своего света который есть в каждом человеке подарить вам капельку своего тепла но также приглашаю вас на личные консультации которые провожу ватсап номер будет в описании видео я всех жду всех люблю обнимаю но нарциссом вход запрещен нарциссов я не консультирую принципиально чтобы вы понимали такую миссию я на себя не беру на этом свете упаси бог у меня нет такой гордыни чтобы считать что я могу помочь людям которые с рождения имеют лимбические повреждения в системе мозга спасибо друзья мои до встречи